Пускать болельщиков на спортивные арены только с QR-кодами начнут с 15 ноября. Но руководство баскетбольного клуба «Барнаул» решило не дожидаться назначенной даты и провести своего рода показательный вход. Попасть на субботний матч можно было лишь доказав охране наличия прививки или недавно перенесенного ковида. Но несмотря на определенные ограничения, зрители пришли поддержать команду. Правда, если обычно в зале «Аншлаг», на этот раз из разрешенных 330 было почти в два раза меньше. Ну а теперь к самому матчу. В отсутствии главного тренера он приболел. Барнаульцы начали игру неуверенно. Первая четверть осталась за гостями со счетом 11-21. Но уже во второй наши спортсмены почти сравняли очки. Половина матча окончилась со счетом 37-38. Мы дали им разыграться, они почувствовали игру. Потом чуть-чуть поменяли. Тренажный штаб поменял немножко тактику на игру. Не стали больше меняться. Не давали им уже делать такие легкие броски, забивать легких мячей из-под кольца. Изменение тактики действительно сказалось на качестве игры. Гостям не давали возможности оторваться по очкам. Но при этом и активного лидерства барнаульской команды не было. Вторая половина матча завершилась при счете 71-71. Старались играть разнообразно. Что-то через пост, что-то через открытые трехочковые броски, что-то через каты. Но не все получилось тоже на падении. И одно из самых главных – это борьба на счете. Мы ее проиграли. Однако в добавленные пять минут команда будто собралась силами и не оставила гостям шанса на победу. Итог овертайма 83-73 в пользу БК «Барнаул». Теперь наших баскетболистов ждет ответный выездной матч в Москве в рамках 1-8 Кубка России. Там барнаульцы встретятся с командой МБА. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком.